Благоверный князь Игорь Черниговский, известный исторический деятель, носивший титул киевского князя, а впоследствии принявший схему и окончивший жизнь как страстотерпец. День его памяти – престольный праздник в нижнем пределе храма святителя Спиридона Тремифунского в Одессе. По случаю храмового торжества здесь была совершена праздничная литургия. Святой этого храма, благоверный князь Игорь – это искренний христианин, показывающий нам пример жизни с Богом. Человек, не добивавшийся в жизни никакого непосильного подвига, но вынесший все, что выпало на его долю, от самого высокого титула для феодалов тех времен до жестокой от рук собственного народа смерти, нашедшей его схемонахом, ушедшим из мира, чтобы за него молиться. Но Господь, который видел, с каким душевным настроением князь Игорь принимал все эти страдания и смерть, Он немедленно прославил своего святого угодника. Потому что мы видим, что буквально, когда еще тело его пребывало в храме перед отпеванием, свечи сами зажглись во храме, в котором находилось его святое тело, его святые мощи. Этим Господь показал, что ему угоден этот человек. Мы видим, что в житии святого князя Игоря не было никаких великих свершений. Он не завоевывал чужие царства, он не основывал новых городов, он даже не построил каких-то величественных храмов. Но тем не менее, его святая жизнь, его любовь к церковному богослужению, к книгам богословским, его любовь к служителям церкви, все это отпечатлелось в умах его современников. Все это было условием того, что Господь сподобил его мученического, страстотерпческого венца. Благоверный князь Игорь окончил свою жизнь мучеником, как многие из святых нашей земли. И он еще один молитвенник за нас и пример благочестия. В конце богослужения Владыка под звон колоколов поднялся в верхний храм, ознакомиться со строительными работами. Здесь уже начата роспись храма, в куполе красуются святые лики. Конечно, многое еще предстоит сделать, но главное отнюдь не камень, который может быть лишь внешне красив. Главное, что здесь присутствует полнота благодати Святой Троицы, а она обитает лишь в нашей Церкви и засвидетельствована множеством православных святых.